Уважаемые подписчики и все, кто интересуется премудростями налогового законодательства, добро пожаловать на канал Налоговая Балалайка. Сегодня у нас на повестке дня кейс, который заинтересует не только юристов, но и каждого, кто ведет бизнес. Вот вам история, достойное внимания. Представьте себе компанию, которая арендует самосвалы, грейдеры и экскаваторы. В общем, всю спецтехнику, которая только может быть нужна на стройке. Компания исправно выполняет работу, часы идут, техника машет ковшами и крутит колеса, а в итоге – барабанная дробь – заказчик не расплачивается. Как же так? Спросите вы. Ведь были же путевые листы, были акты приема-передачи, были даже отрывные талоны. Да, все это было. Но когда дело дошло до суда, выяснилось, что не все документы, подписанные заказчиком, а в расчетах часов работы, техники, обнаружились расхождения. Свидетели? О, да. Водители спецтехники выступили со всей ответственностью. Рассказали, как перевозили грунт, как заполняли листы, как передавали их диспетчеру. Но, увы, точные даты и количество часов в их показаниях не фигурировали. И здесь суд постановил, без должным образом оформленных документов свидетельские показания не могут служить основанием для взыскания долга. Так что, дорогие друзья, помните, бумага все терпит, но только если на ней правильно все записано и должным образом подписано. Не пренебрегайте юридической аккуратностью, чтобы ваша спецтехника не превратилась в заложников недобросовестных контрагентов. Как всегда, под этим видео вы найдете ссылку на нормативные документы, чтобы с головой окунуться в детали рассмотренного нами кейса. И не забудьте подписаться на наш телеграм-канал Налоговая Бала Лайка, где мы продолжим разговаривать о налогах так, чтобы даже самый сложный вопрос стал понятен. До новых встреч!